Три дня, 300 юных спортсменов со всей России и гости из солнечной Бразилии в жюри. В Самаре уже во второй раз прошел детский фестиваль КПР. Программа насыщенная, мастер-классы, спортивные и даже музыкальные состязания. Тонкости одного из самых необычных боевых искусств изучила и наша съемочная группа. Сплав боевого искусства, танца, игры и акробатики. Все это капуэйра. Спортсмена выходит в круг, символ солнца, чтобы показать свое мастерство. Одержать победу над противником здесь можно, даже его не касаясь. Бой проходит под бразильские напевы. Капуэйра и музыка неразделимы. Вот и этот инструмент, например, родом из Африки, называется берембау. В музыкальном сопровождении он играет основную роль, задает темп и ритм. Областная столица собрала юных капуэйристов уже во второй раз на детском фестивале. Всего в нем приняло участие порядка трех сотен спортсменов из Самары, Тольятти и Казани. Все делают там соло, делают всякие сальтухи. Все там поют песни, кричат, молодец там, круто. Ну, в общем, впечатление очень классное. Мы пропагандируем здоровый образ жизни. И в Капуэйре есть много аспектов, которые полезны для развития ребенка. Это физическая нагрузка, это музыка, это общий интерес. Приехали и гости из Бразилии, родины боевого искусства. Они признаются. Оценивать мастерство участников – дело ответственное. А Капуэйра тоже есть важная история. У Капуэйра богатая история. Когда-то это боевое искусство вообще было запрещено. Первую официальную школу Капуэйры организовал мастер Бимба. Он дал возможность людям заниматься ей свободно. И сейчас Капуэйра – это больше, чем спорт. Сейчас Капуэйры быстро развиваются. Тренеры, которые преподают здесь, выезжают за рубеж, участвуют в международных состязаниях. Поэтому спортсмены из России и Бразилии находятся примерно на одном и том же уровне. В программе фестиваля – музыкальные выступления, викторина на знании истории Капуэйры, интенсивный курс тренировок и, разумеется, состязания. Три насыщенных дня позади, лучших из лучших наградили. А впереди – вручение поясов. Оно состоится в мае. Мария Акимова, Сергей Костин. Новости губернии.